МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА До наступления нового 2020 года остается менее 23 дней. Время новостей на телеканале Север в студии Алина Волчейская. Здравствуйте! О делах финансовых в собрании депутатов Ненецкого округа продолжается работа по формированию региональной казны на 2020 год и плановый период. В Заполярье начнет действовать новая система налогообложения для самозанятых. Она коснется тех, кто занимается пассажирскими перевозками, репетиторством, рекламой, дает консультации или сдают квартиру в аренду. И в Наринмаре выбрали главную печеряночку. Кто стал самой преданной своим корням представительности народной культуры, об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. В собрании депутатов Ненецкого округа продолжается работа по формированию окружного бюджета на 2020 год и плановый период. Сегодня в Наринмаре состоялось очередное заседание Постоянной парламентской комиссии по экономической политике и бюджету. В заседаниях Постоянной комиссии собрания депутатов Ненецкого округа по экономической политике и бюджету под председательством депутата Натальи Кордаковой принимают участие максимально возможное количество представителей депутатского корпуса, председатели, заместители председателя собрания депутатов, руководители органов власти и постоянных парламентских комиссий. От их взаимодействия и взвешенных решений зависит, насколько будет сбалансирован бюджет следующего года и последующего двухлетнего периода. К каждому обсуждаемому вопросу и его финансированию в рамках окружного бюджета пристальное внимание. Сегодня на заседании комиссии такое внимание было уделено функционированию в Ненецком округе информационной системы «Безопасный город». Такие системы работают в регионах России не первый год, были созданы и содержатся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации в соответствии с их полномочиями, в том числе и в Ненецком округе. «Безопасный город» — это аппаратно-программный комплекс, состоящий из терминалов экстренной связи и видеокамер, которые круглосуточно следят за порядком в основном в городах. В Ненецком округе видеокамеры охватывают около 70% территории Нарьинмара и поселка Искателей. Депутатов регионального парламента в первую очередь интересует эффективность работы комплекса. Есть ли отдача от многочисленных камер в плане профилактики нарушений? В профильном департаменте не скрывают. Записи с камер видеослежения на сегодняшний день в основном позволяют раскрывать правонарушения. В профилактических целях комплекс можно будет использовать после решения этого вопроса на федеральном уровне. Комплекс действительно помогает раскрывать правонарушения, но, к сожалению, сейчас тоже постфактум. То есть не предотвращать их, а уже раскрывать. Нами рассмотрен вопрос об установке этого комплекса, не посреди, чтобы это было предупреждение. Это будет в рамках создания федерального безопасного города, на базе которого делает МЧС. Туда эта наша стена обойдет, и красками будут заниматься предупреждением. То, что мы раскрываем преступление с использованием этого комплекса, это факт. Там объем, точнее, вопрос в том, что необходимо не раскрывать, ну и раскрывать, и предотвращать. Вот этот вопрос мы будем скрывать в рамках большого федерального безопасного города. Выясняли сегодня и эффективность содержания в рамках безопасного города системы видеофиксации правонарушений на дорогах. За это направление отвечает другой профильный департамент строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта. Как выяснилось, с помощью данной системы в окруженную бюджет поступает порядка 5 миллионов рублей за счет штрафов за несоблюдением норм ПДД. Как отметил в ходе рассмотрения вопроса депутат Андрей Ружников, эффективность системы заключается в дисциплинированности водителей. По его мнению, чем меньше штрафов, тем эффективнее система. В своих рекомендациях по итогам заседания комиссии депутаты рекомендовали органам власти рассмотреть вопрос об объединении всех подсистем безопасного города в одном профильном департаменте. Ненецкий округ вошел в число 19 субъектов, которые с 1 января получат право использовать новый режим налогообложения для самозанятых. Соответствующий законопроект принят Государственной Думой. Ранее такая схема налогообложения была введена в Москве, Московской и Калужской областях и Республике Татарстан. О нововведениях, которые вступят в силу, уже с 1 января самозанятым гражданам рассказали в ходе круглого стола, который прошел при участии специалистов профильного департамента и Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы. Налог на профессиональный доход для самозанятых рассчитан на тех, кто занимается пассажирскими перевозками, репетиторством, рекламой, дают консультации или сдают квартиры в аренду. В общем, те граждане, которые работают на себя, а также чей доход не превышает 2 миллионов 400 тысяч рублей в год. На сегодня, например, многие задают квартиры, получают доходы. Кто-то сдает отчетности, платит налоги, кто-то нет. В данном случае, если, например, гражданин сдает квартиру, получает доходы, он заплатил свои 4%, он полноценный гражданин, никогда к нему не придет и не скажет «плати, потому что у тебя по счету такие-то вот». Или кто-то написал, что вы не платите налоги. Поэтому это нормальный правовой статус, это комфортное состояние этого человека, получающего дополнительные доходы. Ставка налогообложения достигает 4% с дохода за оказание услуг или продажу товаров физлицам и 6% за работу с юридическими лицами. При этом самозанятые граждане освобождаются от уплаты 13% подоходного налога. Все обычные граждане платят. Все мы платим, как правило, 13% налога на доходы физических лиц. От всех полученных доходов. Данный же режим предполагает 2 пониженные ставки, это 4,6%, соответственно, 4% для при оказании услуги передачи товаров физическим лицам и 6% для при оказании услуг выполнения работы передачи товаров организации. Второе, при регистрации в качестве платежика данного специального налогового режима граждане не становятся предпринимателем, организация упрощена. Согласно закону, принятому Госдумой России самозанятым гражданам, предлагается зарегистрироваться в онлайн-приложении «Мой налог», через которое они автоматически и будут уплачивать налог на профессиональный доход. Не нужно предоставлять какой-либо отчетности. То есть налоговый орган сам известит через, опять же, мобильное приложение о сумме налога к уплате. Ее нужно будет уплатить. Как я уже сказал, никакой отчетности при этом предоставлять не нужно. При этом мобильное приложение, оно само агрегирует кассовый чек, который нужно будет выставить покупателю, либо получать доработку услуг. Его нужно выставить будет как в бумажном, так и в электронном виде. Напомню, Ненецкий округ вошел в число 19 субъектов, которые с 1 января следующего года получат право использовать новый режим налогообложения для самозанятых. Заместитель губернатора Ненецкого округа Михаил Васильев провел встречу с российским летчиком-испытателем, героем Российской Федерации Олегом Мутовиным. Он прилетел в Ненецкий округ в преддверии Дня Героя Отечества на встречу со школьниками, солдатами и офицерами войсковой части. На встрече с заместителем губернатора Ненецкого округа российский летчик-испытатель сказал, что программа в Наринмаре его ждала насыщенная. От имени главы региона Михаил Васильев передал Олегу Евгеньевичу слова благодарности за проводимую работу и вручил подарок. Олег Мутовин имеет общий налет более 2,5 тысяч часов, освоив более 30 типов самолетов. «Летчик-испытатель – это профессия, скажем так, одна из ступенек совершенствования в профессии. То есть, если человек, так сказать, достигает каких-то высот в своем деле, он, естественно, не должен останавливаться на достигнутом, он должен идти дальше. Вот профессия испытателя – это в авиации, скажем так, ну, можно сказать, практически вершина этой деятельности, рода деятельности. Она имеет свою специфику, но, в принципе, это вот то, чего я, в общем-то, и хотел в жизни достигнуть. Ну, а сейчас продолжаю совершенствоваться, потому что профессия летчика – это обучение, учеба всю жизнь. Поэтому сейчас вот осваиваю новую для себя стезю – это испытание пассажирских самолетов. Сейчас занимаюсь испытанием самолета МС-21». Также летчик-испытатель рассказал, что имеет небольшой опыт пилотирования самолета Ан-2, отметив, что для северных территорий необходимо изобретать новый самолет, который придет на смену Аннушке. «Программа создания многоцелевого самолета вот такого подобного класса, она стартовала. Несколько конструкторских бюро борются за право, так сказать, разрабатывать этот самолет. И, ну, мы никуда не денемся. Если мы хотим осваивать север, такие самолеты нужны. Большими, красивыми пассажирскими лайнерами нельзя закрыть эту потребность, потому что есть маленькие площадки, маленькие аэродромы. Вертолеты – это очень дорого, все знают прекрасно. Самолет все-таки экономически более выгонен. Поэтому было бы интересно, конечно, поучаствовать в этой программе, если представится такая возможность, тем более это связано с севером». Следующий визит Олега Мутовина в Нарьинмар планируется уже в марте 2020 года. И теперь к другим новостям. Армению покорили вкусами ненецкой кухни. Здесь завершилась российская гастрономическая неделя. Вместе с коллегами из других регионов России участие в гастрономическом форуме принял шеф-повар ресторана «Тиман» из Ненецкого округа Александр Ермолин. Участники и гости российской гастрономической недели в Армении, которая проходила здесь со 2 по 6 декабря, получили уникальную возможность отведать авторские блюда из разных уголков России – кухню Псковщины, современную московскую, поморскую и ненецкую кухню российского севера. В рамках недели прошли и тематические региональные ужины в исполнении российской команды шеф-поваров из Архангельской области, Москвы, Ненецкого округа и Псковской области в сопровождении армянских вин. Ужин ненецкой кухни начался довольно необычно, звуками бубна в рамках экспозиции Ненецкого округа. Как пошутил председатель оргкомитета российской гастрономической недели Леонид Галептерман, они способствуют повышению аппетита. Шеф-повар ресторана-музея «Тиман» из города Нарьинмара Александр Ермолин на своем ужине сделал акцент на локальных продуктах народов севера, проживающих за Полярным кругом. Начали вечер с комплимента – крема из свеклы с брусникой, крошкой из бородинского хлеба и сыром из лосиного молока. В меню был сагуда из сега, доваля из печорской щуки, оленья вырезка соусом из дикой северной клюквы, а на десерт – калитка с морожкой по Нижнепечорске. Гости гостеприимного ресторана-салон встречали шефа уникального ужина Александра Ермолина и команду российских поваров, которые помогали коллеге из Нарьинмара в приготовлении блюд аплодисментами. Концепция проекта «Российские гастрономические недели» направлена на укрепление культурных и деловых связей между странами-участницами, популяризацию привлекательных туристических маршрутов с демонстрацией их потенциала, привлечение внимания к региональным инвестиционным проектам в сфере гостеприимства. Детский сад «Симецветик» отметил 10-летний юбилей. Накануне работники дошкольного учреждения принимали поздравления, благодарственные письма и почетные грамоты от представителей окружной и городской администрации и собрания депутатов. От предприятия «Лукойл Коми» коллектив «Симецветика» поздравил директор ТПП «Лукойл Севернефтегаз» Николай Новожилов. Современный, яркий и уютный детский сад распахнул свои двери осенью 2009 года. Здание учреждения построили в рамках соглашения между администрацией округа и компанией «Лукойл». «Симецветик» сегодня посещает более 300 воспитанников. В штате дошкольного учреждения 120 сотрудников – педагоги, воспитатели, их помощники и другие специалисты, работа которых порой остается за кадром, но без которых детский сад просто не может существовать. У нас здесь работает замечательный коллектив, очень творческие люди, ответственные, доброжелательные, взаимопомогающие друг другу. Для нас десятилетие – это всё-таки большая дата, потому что мы ещё вроде бы совсем, кажется, недавно родились, но уже многое сделано и многое ещё предстоит сделать. Хочется пожелать нашему учреждению процветания и развития, нашим сотрудникам здоровья, терпения, любви и хорошей погоды в доме. Дорогой мой детский сад, любимый Семицветик, я тебя поздравить рад с юбилеем этим. На праздник к юбилярам пришли и нефтяники. От предприятия «Лукоэл Коми» коллектив детского сада «Семицветик» с десятилетним юбилеем поздравил директор ТПП «Лукоэл Севернефтегаз» и депутат собрания депутатов Нинецкого автономного округа Николай Новожилов. Не секрет, что профессию воспитателя выбирают только добрые, внимательные люди. Благодаря вашему теплу, вашей любви к малышам, вашему профессионализму, нам, родителям, много легче растить детей. Я от следующего желаю вам здоровья, терпения, желаю вам счастья, благополучия, достатка вам и вашим семьям. В качестве подарка от «Лукоэл Коми» Николай Новожилов вручил сертификат на обновление материально-технической базы детского сада. От имени собрания депутатов Нинецкого округа коллектив детского сада поздравила парламентарий Наталья Лысакова. За десятилетнюю историю вам удалось создать семицветики по-настоящему теплую атмосферу уюта и доброжелательности, сформировать дружный творческий коллектив педагогов. Ежедневно маленькие наши жители Наринмара спешат к вам с радостью, потому что знают, здесь их очень любят, здесь их всегда ждут, здесь всегда светло, тепло, весело и интересно. Сотрудники дошкольного учреждения сегодня были отмечены почетными грамотами и благодарственными письмами. Ирина Никешина, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. И в завершении выпуска новости культуры в Наринмаре выбрали главную печеряночку. Уже восьмой раз на межрегиональном фольклорном конкурсе собрались девушки разных национальностей. Затем как выбирали самую преданную своим корням представительницу народной культуры, следила и наша съемочная группа. Екатерина Дементьева продолжит. Этнопевица и обладательница титула «Печеряночка-2013» Олеся Палатова из Удмуртии. В столице Нинецкого округа девушка уже в третий раз. Сначала она сама стала победительницей конкурса, потом курировала участницу от удмуртской культуры, а в этот раз приглашена уже в качестве члена жюри. Говорит, что в Заполярье всегда возвращается с огромным удовольствием, тем более, когда повод такой прекрасный и важный. Молодежь, нынешняя молодежь, очень плохо знает свои корни, очень плохо относится к некоторым из них. А вот подобные конкурсы, они помогают возрождать интерес именно молодежи к тому, что это интересно, это надо знать, потому что, зная свое прошлое, мы будем строить свое будущее. Перед зрителями на сцене семь красавиц из разных уголков Нинецкого округа и других регионов, которые представляют культуру, традиции и обычаи своего народа. Причем все конкурсантки – участницы прошлых лет, которые теперь не просто прекрасные представительницы разных национальностей, но и заботливые жены и любящие мамы. Я участвовала в 2005 году в Печеряночке, заняла первое место. В этом году меня пригласили поучаствовать вновь. 14 лет спустя, оказавшись на сцене, конечно, это такие эмоции, которые не передать словами. За эти 14 лет очень многое изменилось. Я уже стала мамой, женой, и поэтому представляю сейчас не только себя на сцене, а всю свою семью. За все время проведения Печеряночки появилась особая закономерность, или, как говорится в народе, поверье. Победительница в течение ближайшего года выходит замуж. Не обошло это стороной и Лидию Волкову из Вологды, которая совсем не планировала в тот момент создавать семью. Я отнекивалась как могла, но, как оказалось, это вот такое неотделимое последствие участия и победы. За победу участницы боролись в пяти конкурсах, где им надо было рассказать о себе и том, как изменилась их жизнь после прошлых Печеряночек, как они ладят со своими детьми, как ведут хозяйство, ответить на вопросы про этикет своих народов. Еще одним новшеством этого года стал конкурс, где надо было рассказать про родословную своего мужа. Ведь, как считают организаторы, такие знания – это не только знак любви и почтения, но и забота о детях, ведь они должны понимать, продолжителями какого рода являются. Среди всех конкурсанток, каждая из которых, безусловно, была достойна победы, звание Печеряночка 2019 было присвоено жительнице села Несь, представительнице ненецкой культуры Риме Вокуевой. Говорит, вместе с ней к конкурсу готовилась вся большая семья и даже коллеги. Корни свои в этой семье чтут и с большим уважением относятся к культуре других народов. На самом деле мне больше всего нравится в этом конкурсе то, что мы можем узнать о другой культуре больше, чем в обычной жизни, наверное. Потому что даже перед выходом на сцену мы стоим в очереди и мы обсуждаем пояса, у нас там такой-то, у нас такой-то, это значит то, это значит то. То есть мы делимся этим даже за пять минут до выхода на сцену. И на самом деле это очень классно. Живя в ритме современного мира нельзя быть безразличным к своему прошлому, потому что самое большое богатство, которое есть у каждого из нас – это память рода. Екатерина Дементьева, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». И на этом у меня всё. Далее смотрите прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь. До встречи в эфире.